Дорогие братья и сестры! Дорогие братья и сестры! На ниве миссии. И не просто миссии от уст в уста, а через газеты, через журналы, с помощью радио, интернета и тем более такого мощного средства современного, влияющего на умы и сердца, как телевидение. Скажу вам, что всем нам нелегко трудиться на ниве миссии. Нелегко, потому что, сами понимаете, мы не обладаем такими средствами, как заокеанские спонсоры наших, ну, я бы хотел сказать братьев, но скажу так, коллег, которые работают там, за церковной оградой. Вы понимаете, о ком я сейчас говорю. Почему я говорю наших коллег, почему я говорю мой? Потому что вот уже около 30 лет я тоже дружусь на ниве издательской деятельности. Мы издаем журнал «Православная беседа духовно-просветительские» и понимаем, как это непросто. Непросто в первую очередь, потому что еще раз приходится повторить, увы, с печалью. Нам часто приходится ходить и нашим товарищам с протянутой рукой. Ну, что же сделаешь? У нас одно средство. Это вы, наши читатели, и, конечно, в первую очередь здесь, на канале «Союз», наши телезрители. Все мы должны собраться, все мы должны работать на небе просвещения, осуществлять милосердие по отношению к нашему ближнему. Почему милосердие, спросите вы? Почитайте Святого Праведного Ангарштадтского и других наших отцов и пастыря. Они скажут, что дело милости в первую очередь осуществляется через слово. Не можешь обратиться сам многим, помоги другим, помоги тем, кто трудится на этой благородной и нелегкой, как вы понимаете, ниве. Призови пожертвовать на работу канала «Союз». Своих ближних, а кто твои ближние? Прихожане, родственники, сослуживцы, да просто женщина, сидящая рядом во дворе на лавочке. И дело пойдет. Как это сделать? Сделать не так сложно. Включите телеканал «Союз», да вы его и смотрите. Там есть бегущая строка, там будет все рассказано. Важно взять и сделать. Помогите телеканалу. Бог поможет вам.